Приветствую, друзья! Я Виталий Портник. После того, как лидер террористической организации Хезбалла Хасан Насрала в своем обращении к боевикам пообещал отомстить Израилю за блестящую операцию с подрывом связи боевиков, Израиль был на следующее же утро обстрелян более чем 140 ракетами с территории Ливана. Пока что не сообщают о размерах ущерба и о пострадавших в ходе этого мощного обстрела, однако мэр города Митула, находящегося на границе с Ливаном, уже сказал о серьезном ущербе, нанесенном этому цветущему городку. И понятно, что Митула это отнюдь не единственное поселение на севере Израиля, которое подверглось такой массированной атаке. Впрочем, и израильская армия обороны нанесла серьезный удар по позициям боевиков Хезбаллы, опять-таки ответив ракетными ударами по позициям террористической организации на юге Ливана. Эта ситуация вновь напоминает о возможности более серьезной эскалации в ближневосточном регионе. Операция, которая привела к гибели или серьезным ранениям сотен боевиков Хезбаллы, после того, как буквально в их руках разрывались пейджеры, а затем рации, используемые представителями этой террористической организации для связи между собой, разумеется, стала настоящим кризисом для Хасана Насралы и его ближайшего окружения. Она продемонстрировала серьезную уязвимость всей системы безопасности Хезбаллы. Ведь мы прекрасно с вами понимаем, что и рации, и пейджеры, и любые другие средства связи, которые используют боевики, не просто так закупаются у неких компаний, а потом раздаются бандитам для лучшей координации их деятельности по уничтожению мирных жителей или запуску ракет по северу Израиля. Перед этим все эти средства связи проходят тщательнейшую проверку. И на наличие в них возможной взрывчатки. И на наличие возможных жучков, которые позволили бы прослушивать переговоры представителей Хезбаллы между собой. То есть служба безопасности Хезбаллы проводит все те необходимые действия, которые проводит любая специальная служба, перед тем, как выдать технику своим военнослужащим или боевикам. Обычная, стандартная процедура, которая привела к полному фиаско. Представители специальных служб Хезбаллы, а это значит, кстати, что и представители специальных служб Ирана, которые курируют эту террористическую организацию, нередко называемую прокси-армией Исламской Республики, не обнаружили в буквальном смысле слова ничего в том грузе, который предназначался для раздачи боевикам Хезбаллы. И в результате мы увидели на протяжении не одного, а нескольких дней специальную операцию, которая привела к серьезному поражению террористов. Причем волна взрывов происходила уже на следующий день после первого дня операции, когда представители Хезбаллы собрались на похороны своих приверженцев. Это тоже совершенно поразительная история, которая показывает, что даже после того, как первый день операции закончился блестящим успехом специальных служб еврейского государства, которая, впрочем, не признает своего участия в происходящем, в Хезбалле никто и не подумал о том, что могут быть проблемы и с другими формами средств связи, которые закуплены Хезбаллой хотя бы в тот же самый период, в который были закуплены злополучные пейджеры. И это, опять-таки, свидетельство непрофессионализма и серьезного контроля, который осуществляет Израиль за деятельностью Хезбаллы. И тот же Хасан Насрала вновь прекрасно понимает, что если будет решение в Иерусалиме, то он будет ликвидирован в ту же самую минуту и разделит судьбу другого известного лидера террористической организации Исмаила Хани, бывшего главы политбюро Хамаса, который недавно погиб после своего участия в инаугурации нового президента Исламской республики Иран. Какая насмешка над этой самой республикой? Насмешка в Тегеране, насмешка в Бейруте, возможно, вскоре будет насмешка в Дамаске, и руководству Исламской республики, как и руководству Хезбаллы, придется расписаться в поедке полной неэффективности, что, впрочем, обычно и бывает в специальных службах тоталитарных государств, где главное – это лояльность, а не эффективность. Вот эта самая история с лояльностью, с отбором преданных людей и сыграла злую шутку и с Хамасом, и с Хезбаллой, и со многими еще сыграет. Однако понятно, что в этой ситуации Хасану Насрале ничего не остается, как демонстрировать готовность к мести. Выступая перед боевиками Хезбаллы из своего закрытого убежища, а Насрала практически никогда не появляется на публике, боясь ликвидации, но кажется, сейчас эти меры предосторожности для него являются совершенно излишними, он может быть ликвидирован там, где находится, Насрала признал тот значительный ущерб, который нанесла операция его террористической организации и заявил, что Израиль пересек все красные линии сосуществования. Так, как будто систематические удары со стороны Хезбаллы по мирным городам Израиля на севере этой страны не являются пересечением всех красных линий взаимодействия. Так, как будто усилия иранских марионеток из Хезбаллы по фактическому демонтажу своего собственного государства Ливанской республики не являются пересечением всех возможных линий взаимодействия хотя бы с соотечественниками приверженцев Хезбаллы, христианами, суннитами, друзами, представителями других общин Ирана, которые вынуждены жить в состоянии военного конфликта и отсутствия каких-либо реальных перспектив просто потому, что Хасан Насрала и его банда аккуратно исполняют все указания Аяталы Хамении и других руководителей Исламской республики, при том, что в самом Иране как-то войны нет. Очень простая ситуация, которая еще раз напоминает, чьи интересы защищает Хезбалла в Ливане. Уж точно не ливанские и уж точно не арабские. Теперь, очевидно, главной задачей международного сообщества будет как раз попытка удержать руководство Хезбаллы от более серьезных действий и воздержаться в этом случае будут просить и израильское правительство. Потому что начало тотальной войны в Ливане может быть кошмаром для администрации Джозефа Байдена в последние месяцы пребывания Байдена по сту президента Соединенных Штатов. Пайден хотел как раз бы умиротворения в регионе, сделки, которая приведет к освобождению израильских заложников и недопущению войны в Ливане. А все эти массированные ракетные обстрелы, как мы понимаем, как раз ведут к совершенно противоположному варианту развития ситуации. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне и Баймея Кофе, который помогает развивать эти ресурсы. Пользуйтесь функцией спонсорства в самом Ютубе. Мира вам!